Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Борис Захаров из Украинско-Хельсинского союза по правам человека. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить по поводу прав человека в Крыму, непосредственно на оккупированной полуострове. Пожалуйста, режиссеры, выходите сухо, там у вас шумно. Спасибо. Вот Украина еще не ратифицировала Римский статут. И давайте сейчас посмотрим сюжеты, где объясняют, вот как это осложняет борьбу за права наших граждан на оккупированной в том числе территориях. Пожалуйста. Украинские власти продолжают затягивать процесс ратификации Римского устава, который позволил бы расширить юрисдикцию Международного уголовного суда на территорию Украины. Как заявляют представители международных общественных организаций, несмотря на все заявления и декларации украинских властей, ратификация Римского устава пока так и остается, только на словах. Притом затягивает процесс в том числе и президент Украины Петр Порошенко, заявляют эксперты Демокрэйси Репортинг Интернешнл. Ведущий советник организации по конституционным вопросам Николай Гнатовский напомнил, что глава государства внес проект изменений в Конституцию Украины относительно правосудия. Однако этот документ вступает в силу только через три года после утверждения. Эксперты отмечают, что ратификация Украины и Римского устава необходима для эффективного расследования преступлений, связанных с российской аннексией Крыма и войной на Донбассе. Оба эти обстоятельства подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. По словам исполнительного директора Амнестии Интернешнл в Украине Татьяны Мазур, украинские власти выражают поддержку идеи ратификации Римского устава, декларируют его как обязательство Украины перед ЕС. Однако не спешит говорить о том, когда именно это произойдет. После того, как мы увидели проект изменений в Конституции, мы понимали, что нужно уточнить, задавать уточненные вопросы и задавать, когда они, когда мы можем рассчитывать на ратификацию Римского статута. Эксперты напомнили, что Украина подписала две декларации, которые признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Первая касалась преступлений властей беглого президента Украины Виктора Януковича в отношении граждан во время революции достоинства. Вторая – вооруженного конфликта на территории Украины, включая аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса. Украина, по сути, стала государством, которая полностью выставила юрисдикцию Международного криминального суда. То есть проблема ратификации в том, что Украина теперь должна стать полностью участницей Римского статута и получить все права, которые Римский статут надает государству, что его ратифицировали. Эксперты отмечают, в украинском обществе уровень поддержки ратификации Римского устава достаточно велик, поскольку граждане не доверяют украинской системе правосудия. Поэтому Римский устав, по их мнению, должен стать ключевым в контексте глобальных реформ судебной системы. Да, но все же Римский статут, ради того, чтобы поставить такое замечание. Римский статут. Да, почему так? Нам нужно, причем тем более, что мы говорим, то есть мы, президент говорит, и не только, что у нас есть только один путь. Это вот дипломатия и помогать только благодаря вот какими-то миссиями. Мы говорим на эту тему с политиками, с Юрием Луценко, с другими политическими деятелями. В принципе, все поддерживают ратификацию Римского статута. Но они очень боятся, вместе с тем, что, как и в случае с Грузией, эти дела будут растянуты во времени, а их самих будут постоянно вызывать для дачи показаний в связи с теми или иными действиями. Грубо говоря, на Донбассе мы разбомбили какой-то населенный пункт. На ракете не написано, с какой стороны она прилетела. И поэтому отвечать будут все. Ну да, это есть возмещение материального и прочего ущерба. Отвечать будут все, и нужно выяснять, кто совершал преступления военные, кто не совершал. Какие военно-начальники участвовали в военных преступлениях, какие не участвовали. Это не только с российской стороны, хотя основная ответственность будет именно на Российской Федерации. Но среди наших сограждан, среди наших комбатов или военно-начальников запросто могут оказаться люди, которые также будут обвиняться в военных преступлениях. Более того, в Украине всегда можно предъявить и неэффективные расследования, и неизбирательное ведение огня можно предъявить в некоторых случаях. И ряд других. А вот если мы не ратифицируем этот римский статут, что нам ничего не грозит? Наши политики хотели выкрутиться и написали, что ратифицируют, что это касается военных преступлений, которые совершены агрессором и так далее и тому подобное. Но дело в том, что с точки зрения международного права, насколько я понимаю, я общался со специалистами, с экспертами в области международного права, это для международного уголовного суда ничего не значит. Значит, или вы признали юрисдикцию, или вы не признали. Они на вот эту вот вторую часть декларации просто закроют глаза. Или попросят разъяснить, уже не попросили. То есть, если признается юрисдикция, то это касается всех участников процесса, а не только агрессора. Поэтому мне кажется, что тут просто некое непонимание международного права. Ну, и нежелание его понять. Ну вот, буквально сегодня ночью закончилась энергетическая блокада Крыма. Ну, скажем так, не полностью Украина возобновила поставки электроэнергии, и, скорее всего, и не собирается. Тем более, что контракт осталось ему 14 дней, потом он уже будет недействительный. А новый контракт не факт, что будет подписан. Но возобновилось энергособжение по линии Каховка-Титан. Там 220 киловатт, конечно, для потребности Крыма это мизер. Это почти же, что вот этот разрекламированный и провалившийся с треском энергомост из России. То есть, в принципе, Путин приехал, пропиарился, в итоге опозорился. Но, к сожалению, там все равно будут бабушки, которые будут плакать только о мысли Владимира Владимировича. И с этим надо будет как-то бороться, надо только придумать как. Но, в чем вопрос? Вот международное сообщество очень сильно давило на Меджлис, очень сильно давило на президента Украины, чтобы Украина возобновила поставки электроэнергии на полуостров. Мы это очень хорошо ощущаем, когда общаемся с западными политиками. Им для поддержки Украины нужна идеальная позиция Украины. Вот Путин редиска, а Украина благородная, идеальная. Вот как Израиль поставляет в Палестине полностью все те ракеты кидает. Вот эти электрику, гуманитарную помощь и так далее и тому подобное. Но просто Крым – это официально признанная оккупированная территория. С точки зрения международного права полностью лежит ответственность за обеспечение электроэнергии, вообще обеспечение прав человека полностью всем-всем необходимым, лежит на оккупанте. На России. Да, на России. Женевская конвенция 1949 года. За все отвечает Россия. Но если не дай Бог… Но не совсем за все. Вот Украина, она не должна допускать, суверен, не должен допускать гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях. Если бы там вообще не было никакой электрики, и мы бы своим отключением электричества полностью вырубили бы все больницы, все на свете, и там погибли бы, скажем, дети в роддомах, подключенные к аппаратам, погибли бы люди, подключенные к аппаратам искусственного дыхания и так далее, то тогда бы Украину можно было обвинить. Сейчас украинское государство именно обвиняют в бездеятельности, потому что блокада осуществлена не украинским государством, а активистами. Да. И государство при этом показывает свою полную бездеятельность и несостоятельность. Это должно было быть решение на государственном уровне. А тут доведенные до отчаяния активисты и члены Меджлиса политическими репрессиями в Крыму, бездеятельностью украинского государства. Кстати, бездеятельностью международного сообщества, потому что есть Будапештский меморандум, есть вообще международное право, и мы бы хотели, честно говоря, видеть значительно более решительные действия. Гарантов, а также государств-гарантов, а также вообще Евросоюза и мирового сообщества по восстановлению суверенитета Украины и вообще мирового порядка. Ну вот, в принципе, господин Горбулин, да, директор Института стратегических исследований при президенте, он говорил, что он определил четыре выхода, да, то есть возвращение Крыма. То есть один, это военный путь, который, это утопия, да, ну, учитывая военную мощь Российской Федерации. Второй вариант, это народная война, и как раз блокада в том, так как она была осуществлена до этого, потому что она, в принципе, закончилась. Правый сектор уже уехал или уезжает оттуда. Это тоже вот элемент, один из путей. Второй путь, это, конечно, нам, Украине, стать настолько привлекательной страной, чтобы крымчане, те, кто тогда заблуждался, схватились за голову и начали сжигать российские паспорта и требовать украинские. Ну и четвертый, может быть, самый длинный, но по мнению многих экспертов, по мнению, по крайней мере, Петра Алексеевича Порошенко, единственный, возможно, это дипломатический путь возвращения Крыма. Я не знаю вашу точку зрения по этому поводу. Я могу сказать. Ну, тогда скажи. Гибридный. У нас все гибридное. Гибридная война, гибридная страна, гибридная власть, гибридные люди, гибридные способы решения всех вопросов. Вот эта блокада, это что же гибридный? Ответ в гибридной войне. Ну да. Мне кажется, что в результате санкций падения цен на нефть уже меньше 40 долларов за баррель. У России хватит запасов до середины 2017 года. Потом наступит системный кризис. И Крым они просто не смогут физически содержать. Начнется структурный системный кризис в России. Будет кризис власти неизбежно. Россия не может превратиться в Северную Корею, потому что она развивалась иначе. И там начнутся очень сильные центробежные дезинтеграционные процессы. И зажгутся точки на Кавказе, как раз в Крыму. Но Крым это военная база уже. Почти уже. И вот в Крыму, несмотря на то, что это военная база, когда вспыхнет Россия по периметру, а также в центре, причем там не будет Майданов. Там все будет бунт бессмысленный и беспощадный в разных регионах. Тогда начнется действительно народная война. И дальше уже Украине нужно будет вовремя подготовить военную спецоперацию по возвращению Крыма. Это так, стратегически. Вот мне кажется, что в такой, безусловно, будут задействованы дипломатические пути. Ну и Украине тоже надо стать привлекательной страной. И Украине необходимо в это время вот этот системный кризис в России. При этом Украина в это же время должна, тут должен быть системный рост, системный преобразование, системный экономический рост. Вот такая розовая картинка. Ну да, поживем и увидим. Давайте в нее верить. Вот у нас сейчас на включении из Москвы, если не ошибаюсь, Дмитрий Сотников, адвокат Александра Костенко, одного из узников Кремля. Здравствуйте, Дмитрий, вы нас слышите? Здравствуйте, слышу хорошо. Да, здравствуйте, Дмитрий. Вот скажите, пожалуйста, вот как гражданская блокада Крыма повлияла на взаимоотношения родственников, да, узников Кремля, которые же проживают в Крыму, с местными оккупационными властями? Ну, естественно, она эти отношения ухудшила. Вот даже сегодня как бы возобновилось дело по Евгению Костенко, это брат Саши младший, его обвиняют в том, что он сделал в адрес судьи неприличный жест. То есть, когда 15 мая мы в знак протеста покинули зал судебного заседания на оглашении приговора. Соответственно, сегодня в Следственном комитете следователь заявил, что якобы это дело курирует лично Поклонская, якобы она это делает все в отместку семье Костенко за блокаду. То есть, это месть, уже там идет конкретная месть? Да, да, да. То есть, ну, не официально, но я так полагаю, что уже на совещаниях правоохранительных органов такие слова звучат. Ну, вот смотрите, Дмитрий, вот одно из требований гражданской блокады, это было освобождение политических заключенных, которые, в принципе, не считают такими прокуратура Крыма, так называемая, или прокуратура Российской Федерации. Там есть конкретные статьи. Вот, например, Александр Косенко обвиняет в нанесении телесных повреждений некому сотруднику Беркута, причем он это сделал якобы в Киеве, да, и так далее и тому подобное. Вообще, с вашей точки зрения, как адвоката, который в этой системе не первый год, возможно ли добиться освобождения именно с точки зрения юрисдикции, то есть, ну, юридически, да, победить, а чтобы это не было, например, решение сверху. То есть, система, она такая непробивная? Ну, вот сразу хочу заявить на счет Костенко. Там дело, на мой взгляд, юридически, именно политическое, потому что там не просто легкий вред здоровью, а легкий вред здоровью по идеологическим мотивам. Вот. То есть, идеологические мотивы, квалифицирующие именно вот тот факт, который из части первой статьи 115-й делает часть вторую статьи 115-й. Поэтому говорить, что идеология и политика – это разные вещи, это стопроцентно политическое дело и даже с юридической точки зрения. Что же касательно чистоты победы, я не раз об этом говорил. Есть официальная статистика. Оправдательные приговоры в России выносятся одно дело из 10 тысяч. Одна сотая процента. То есть, гарантии, что именно у меня, как адвоката, будет вот это одно дело из 10 тысяч, причем статистика – это совместно с делами, которые рассматривают суды присяжных. Вот если эти дела, которые рассматривают суды присяжных, вычесть, то статистика будет вообще плачевная по делам. Понимаете? Потому что большую часть оправдательных приговоров, они основаны именно на вердикте присяжных заседателей. Поэтому в данном случае у нас имеется возможность действовать исключительно через Европейский суд по правам человека. При этом оправдательный приговор, опять же, не гарантирован, но гарантировано рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Я думаю, что к этому моменту уже срок подойдет к итогу сам Собот. Что же касательно механизмов каких-то обмена, то тут я уже выяснял позицию в том числе и консульского отдела МИД Украины. В отношении моего подзащитного никакой экстрадиции не будет, потому что она предполагает признание актов процессуальных, в том числе и Российской Федерации. У меня все процессуальные акты приняты в Крыму. Соответственно, МИД не может пойти на это, не может их признать. Борис? Да, тут, безусловно, есть некий казус правовой. На самом деле, ну, должны были бы признать всех наших политзаключенных в России фактически военно-пленными. Знаете, еще в советское время Паруэр Айрикян назвал себя не просто диссидентом, он назвал себя военно-пленным в советских лагерях. И это в каком-то смысле правильно. На самом деле, и Сенцов, и Кольченко, и Надежда Савченко, все они политзаключенные и военно-пленные. И мне кажется, что украинское государство должно рассматривать и по делам наших крымчан, безусловно, вопросы об обмене. Что касается политического дела, ну, оно, безусловно, политическое, причем это подтвердила сама Поклонская. Она сказала, что в этом судебном процессе, в обвинительном заключении она судит идеологию. И она сама буквально доказала в статью 18 Европейской конвенции о том, что это политическое преследование, мотивом государства является несовершенное преступление, а мотивом государства является суд над идеологией. Да. Вот, Дмитрий, вот скажите, как, даже не наблюдатель, как участник этих событий, но как не гражданин Украины, и поэтому, может быть, более объективный, да? Как вы в целом оцениваете действия украинских властей относительно политзаключенных, вашего подзащитного и других? Они достаточно эффективны, с вашей точки зрения, или могли бы делать больше? А если да, то что? Ну, я скажу так. Вообще, мне очень сильно повезло, что я являюсь адвокатом именно в деле Костенко. Это дело совершенно особенное. Оно отличается от других политических дел. Тем, что я защищаю человека в российских судах на территории другого государства. Ни по одному делу адвокаты такой защиты не ведут. Сенцов, Кольченко, Савченко, другие политзаключенные, все судятся в России. Это суды Чечни, суды Ростова, суды Москвы. И только я сужусь в судах Крыма. Безусловно, это очень сильно отягощается. Чем? Ну, в первую очередь, тем, что у моих, допустим, судей двойной статус. Они не только судьи Российской Федерации, но и судьи и Украины, и Российской Федерации. Статуса украинских судей их никто не лишал. А это принципиально важно для применения Женевской конвенции. Кроме того, консульский отдел МИД, его позиция, что они осуществляют поддержку политзаключенных только за пределами Украины. А Крым у нас является частью Украины с позиции консульского отдела МИД. Соответственно, в Крыму они никого поддерживать не собираются. В результате у меня дело уже завершилось, человек уехал в колонию в Керов, и меня вызывают и говорят, что давайте мы вам как-то поможем. Когда уже был приговор, уже состоялась апелляция, все вступило в законную силу. Поэтому помощь государства, она нулевая. По всякому случаю, по моему делу. Может, там по делу Литвинова была большая помощь, по другим делам. Это все дела на территории России. У меня дело на территории Крыма. В этом его функциональная особенность. Там же ведь еще дела. И в том числе дела татар. Я думаю, что на это стоит обратить особое внимание. Спасибо. Да, спасибо, Дмитрий. Зато общественные организации очень сильно помогают. Украинские. Вот я это хочу... Сотрудничаем с Дмитрием. Я это хочу сказать в присутствии и Дмитрия Сотника, и Бориса Захарова. Дело в том, что вчера был приговорен к трем годам тюрьмы Ильдар Дадин. Ильдар Дадин, если можно показать его фотографию для телезрителей, это великий человек. Это человек, который из... Простой, да, у него нету каких-то даже политических амбиций. Но это человек, который устраивал одиночные пикеты, который выражал свою поддержку Надежде Савченко. И не только Надежде Савченко, а всем украинским узникам Кремля. Который выражал свою поддержку Украине. Его приговорили именно из-за того, что он выходил один на Красную площадь с плакатом к тремя годам тюремного заключения. Вот поэтому все, у кого есть сомнения, что... А может быть, русский мир – это хорошо? А может быть, Украина – это плохо? Ну, просто подумайте о судьбе Ильдара. Задумайтесь, да? Человек просто выходил с плакатом на площадь. И его посадили за это на три года тюрьмы. Три года за это. Ну, я надеюсь, что мы будем... Наши, я не знаю, насколько это возможно, по крайней мере, если не как государство, то как гражданские активисты бороться за судьбу Ильдара в том числе. И обменять, может быть, его на какую-то пасхуду, которую мы держим у себя в тюрьме. Из ДНРов или еще кого-то. Вчера еще к году условно был приговорен Эдем Османов. Это дело 3 мая, за встречу с Мустафой Джемилевым. Вот. И ряд других ужасных дел, там, где угрожают очень большие сроки, скажем, Руслану Зейтулаеву и его трем еще подельникам, так называемым, по делу. Это чисто политическое дело, дискриминационное в сфере религии. Ну, к сожалению, Борис. К сожалению, такая ситуация. Благодарю Бориса Захарова, Дмитрия Сотника за эту беседу, за этот эфир. Оставайтесь с нами. Благодарю Борис. Благодарю. Продолжение следует...